Дорогие братья и сестры, здравствуйте! Сегодня поговорим о том, что не так с собаками в Ветхом Завете. Читаем в одном из псалмов. «Возвратятся на вечер, и взялчат яко пес, и обыдут град. Каждый вечер они возвращаются, рычат, как псы вокруг города рыщут». Это Псалон 58 стих 7. И таких мест, дорогие друзья, где имя собака, пес является оскорбительным, является каким-то унижающим, уничижающим в Ветхом Завете и в Новом Завете тоже, этих мест очень-очень много. И вот возникает вопрос недоумения, что же не так с собаками в Ветхом Завете, вообще в Библии христианской. Ведь каждый из нас знает точно на практике, либо созерцает со стороны, либо может быть через какие-то мультфильмы, кинофильмы, насколько хорошим другом, помощником, даже спасителем может оказаться собака. Спасителем для того, кто оказался завален под грудой обломков разрушенного здания, кто оказался один, занесенный метель в каком-то ущелье в Альпах, кто лишен зрения. И действительно, собака в наше время является очень достойным, очень таким верным и даже праведным другом человека. И вот, когда мы читаем ветхозаветные образы, где фигурирует собака, всегда у меня уж точно возникает недоумение, ну что же не так, ну почему, ну почему не сложились отношения у древних евреев и собак, и почему не представлено вот этот тип живых существ с позитивной, положительной точки зрения. Как, например, повезло каким-нибудь овечкам, либо валам, ну и другие. Есть другие позитивные образы, с которыми даже сравнивается бог, бог это орел, бог это вот иногда вот образ быка фигурирует, бога есть рог спасения и так далее. Но вот собакой всегда все плохо, собака всегда является элементом оскорбления. Например, вот в такие смешные оскорбления называют оппонентов Ветхом Завете люди дохлая собака, голова пса, голова собаки. И вот я сейчас вам приведу, да, вот что мы, какие-то яркие случаи, когда фигурирует собака в Ветхом Завете. Ну вот, например, книга Исход, 22 глава, сказано, чтобы не чистую пищу, не хорошую пищу, трефную пищу мертвичины бросали бы собакам. Пускай собаки съедят то, что есть не положено нормальному еврею. Мы знаем и о том, что иногда собаки могли съесть и человечину, могли съесть умирающего, живого еще человека. И помним, что грустно учесть царица Изавели. Вот, это книга «Четвертое царств», глава девятая, и написано очень такое колоритное описание ее кончины, что нашли ее кисти, голову и так далее, потому что все остальное съели псы. Могут напасть на человека. Вот даже в этом Псалме, Псалме 58, зачем они вышли на улицу, зачем они ходят вокруг города? Они ищут кого-то съесть. Курочку-то курочку, кошку-то кошку, человека, так человека. Это настоящие хищники, опасные, враждебные существа. Еще пример такого сравнения чего-то плохого с собакой имеется в устойчивом обозначении человека-мужчины, занимавшегося проституцией. Его тоже называли собака. Вот. Ничем другим. Вот он собака, он пес. Может быть, Новый Совет является в этом отношении более каким-то позитивным по отношению к такой божьей твари, как собака, текстом. Но нет, мы там тоже находим некоторые нехорошие использования образа пса. Ну, например, сам Христос говорит о том, что не следует давать святыни псам и не надо бросать жемчуга вашего перед свиньями. Ну, разумеется, какие-то нехорошие люди, неблагодарные, нечуткие, невосприимчивые к Евангелию, сравниваются в этом стихе, Матфей 7, стих 6, с псами, свиньями. Во втором послании апостола Петра 2, 22, есть совсем уж такое некрасивое выражение, но это и есть часть Библии. Пес возвращается на блевотину свою. И я под этим, эта поговорка наверняка была в то время, вот эта поговорка описывает поведение грешного человека, грешащего после какого-то своего обращения, крещения, возможно, покаяния. Ну, вот ничего с ним не сделать, он неисправим, он, как пес, возвращается на блевотину свою. Вот. Ну, вот и еще апостол Павел, послание к Филимону, говорит, берегитесь псов, проповедников обрезания. Вот, берегитесь псов. Псы проповедуют обрезание, как нечто нормативное, обязательное для каждого христианина из язычников. Ну, и вот в Талмуде эта тема разбивается, там тоже масса примеров. Например, там такая есть мысль, что один раз собака накричала на женщину, и вот от этого лая у нее был выкидыш. Но на самом деле можно это допустить, это потому что стресс, потому что, возможно, собака была большая, девушка была молодая и какая-то ранимая, пугливая, и неверняка такая связка, она была, все-таки имела место быть. Лай собаки, атака, агрессия, и в итоге выкидыш. И поэтому до сегодняшнего дня в традиции консервативного иудаизма есть недоверие, неприязнь к собакам. Собака во всем богатстве текстов библейских, в текстах канонических, в первую очередь, не нашла ни одного позитивного какого-то образа сравнения, позитивного использования этого понятия. И вот возникает вопрос, ну почему так? Ну что же случилось с собаками в библейском периоде истории народа божьего? Ну и вот, на самом деле, ситуация решается очень просто. Таким образом, на самом деле, собаки, собаки, которые знакомы нам, которых содержим мы, которых любим мы, с которыми дружим мы, они были неизвестны жителям библейского Израиля. Вот таких собак они не знали. Раз таких собак они не знали, то они писали о других собаках. Вот о других собаках, действительно, вот то, что сказано об этом Ветхом Завете. Вот о наших собаках, добрых друзьях, верных помощниках, не знали библейские авторы. И поэтому, раз не знали, то и не писали. Какие же собаки имелись в виду, да, как они вот функционировали в то время. Но вообще, как вы знаете, в течение долгого времени собака, она занимала такое некоторое независимое положение. Собака, как и кошка, она жила, как правило, своей жизнью. И лишь, как вы все прекрасно понимаете, лишь с недавнего времени появились отдельные корма для собаки и для кошки. До этого, некоторое время, кормили собак тем, что вот ели хозяева. Ну, извините меня, бывает, что у хозяев было много еды, и кое-что оставалось, можно было скормить собаки. А часто бывало, что их никакой нету, нет лишней еды. И в этом отношении собаке говорилось, дружочек, живи своей жизнью, да, ты можешь около нас тут где-то бегать, приходить, уходить, но вообще ты находишься на самообеспечении. И поэтому вот этот тип существования называется по-научному, в науке о собаках, собаки парьи. Это полусоциальные или, бывает, асоциальные, находящиеся вне лесского социума, живущие, размножающиеся отдельно в лесах, в полях, роющие норы, действующие стаями. И вот тогда это другие собаки. И мы этих собак находим иногда, встречаемся в наших городах, в наших поселках, когда группа диких собак действительно вызывает ужас, это большой риск. И собаки могут делать плохие вещи, они могут напасть на ребенка, они могут убить человека, они могут убить домашнее животное. Это настоящие хищники, животные, которые ничего общего с людьми, с людским социумом, понятием о добре и зле не имеют. И в этом отношении действительно эти собаки могли и съесть человека, как было с бедной царицей Иезавелью. Их время было время ночное, люди засыпают, двери закрываются, засовы задвигаются, и начинается время этих животных. Медведей, волков, шакалов, лис, тигров, львов и собак тоже. И горе тому, кто оказался на пути вне крова, вне жилища людского, потому что однажды, возможно, их атакует стая псов, и этим людям будет очень худо. И вот именно об этих собаках речь идет в Писании. Такие собаки являются и нехорошими, и опасными, и коварными, и хитрыми, и теми, кто может нанести большой ущерб и семье, и отдельному человеку. Есть еще такая православная идеологема, что ли, такое устойчивое высказывание, представление, собака нечистое животное, и поэтому в доме держать ее людям православным нельзя. Вот все знают, православные люди, что в принципе православие тоже против собак. Почему? Собака нечистое животное, и, дескать, вот в одном доме, как, допустим, даже вот в храм, там, где есть иконы, дома есть иконы, в храме есть иконы, собаке нельзя. Собака как будто бы оскверняет все это. Но я вот не очень разбирался, не очень копался в этом вопросе, какой генезис этого недоверия. Скажу лишь в том, в чем я разбираюсь. Значит, вот есть ли библейские корни у этого представления? Является ли собака нечистым животным по библейскому представлению об этих существах? Но вообще идея нечистоты, раз мы говорим об этом понятии, собака нечистое животное, идея нечистоты хорошо раскрыта в Торе, в Ветхом Завете, и есть целые книги, книга Левит, вот, допустим, или числа, там, где вот есть, ну, в Тарзаконе тоже, там, где есть большие разделы, посвященные нечистоте. Так вот, дорогие друзья, значит, нечистое животное, то животное, которое нельзя съесть. Вот, и поэтому, если вы не хотите есть собаку, то собака не является для вас нечистым животным. Понимаете, да? Почему у свиней нечистые животные? Потому что ее можно съесть и хочется съесть, но есть нельзя. Ну, и другие животные. Ну, если вот мы собаку хотим съесть, и вот, и боимся, что мы однажды сорвемся, ее зажарим, сварим, съедим, то действительно собака нечистое животное, будем помнить об этом, и не надо заводить собаку соблазн, потому что у кого-то, возможно, велик. Дальше еще была другая нечистота, другая скверна, она действовала таким, допустим, образом. Собака может съесть какую-то, или понюхать, или полизать нечто нехорошее, ну, какую-нибудь мертвую мышку, да, вот, нечто, ну, падаль, да, мертвичину, вот, ну, мертвого червяка она может съесть, вот, и сама кажется чем-то таким скверным, да, и тогда контакт с ней тоже тебе заражает скверной. Тогда можно спросить, а вот православные люди, которые считают собаку нечистым животным, они веруют в эти правила, или для них по учению апостола Павла учение о нечистоте является уже как будто бы неактуальным, да, занесенным в архив. Вообще-то говоря, православные люди основываются на учении апостола Павла о том, что, и вообще мы традиция Павлова, какими мы бы консервативными верующими не были, а у Павла с понятием о нечистоте все очень просто. Законы о чистоте ритуальной у скверни не действуют в составе церковного организма, христианского движения, поэтому и в этом отношении собака не может быть называться в серьезном отношении нечистым животным. Ну, и, конечно же, есть такая оговорка одна, да, бывает, что собаки очень активные, да, и они могут грызть, там, или что-то ронять, или портить, или уничтожать разные вещи, и они не поднимают икона это, либо портрет какого-то певца. Они, если они бездельничают, они могут сделать разные вещи, и в этом отношении долг хозяина сделать так, чтобы не было возможности соприкоснуться этой собаки с иконой, с святой водой, с какими-то другими святынями, хранящимися в этом доме. Вот такой момент, да, он важен. Но я думаю, что в условиях городской, тем более деревенской жизни, это разграничение этажей, да, иконный этаж, какой-то на уровне глаз находящийся собака, то, что вот у нас под ногами, ее касается вещи, находящиеся внизу, можно сделать, если так, если у вас есть любовь к этим животным, и вам, и вы одиноки, и вам нужен друг, то, конечно же, можно завести собаку, которая не является для христиан нечистым животным. А впрочем, заканчивая наш разговор, конечно же, надо понимать, что Библия, очень важная вещь, да, Библия все-таки учит тому, что нашим главным другом, собеседником и помощником, и тем, кто нас поддерживает, является другой человек. Да, это вот для мужа жена, для жены муж, дети, родители, вот друзья, наконец. То есть для людей, люди являются основным объектом любви, заботы, да, опеки и так далее. Поэтому, конечно же, ситуация, когда в семье находится ноль детей, но находятся три собаки, и семья молодая, и обеспеченная, эта ситуация для верующего сознания неприемлемая, нелогичная. И вот тут я наряду с консервативными иудеями готов вот сказать, что так жить неправильно, нехорошо. Но если у вас уже есть и дети, и внуки, или, возможно, вы уже находитесь в возрасте зрелом, или вот пожилом, да, но вам, у вас много любви, и вам все-таки не хватает общения, дети, может быть, выросли, то вы вполне можете себе завести собаку, о ней нужно заботиться, ее нужно воспитывать, ее нужно оберегать, ее здоровье и так далее. Все это вы все знаете. И тогда в вашей жизни будет больше любви, больше дружбы и больше заботы о каком-то из творений Божьих. Дорогие братья и сестры, спасибо за внимание. Партнером нашего разговора был портал экзегет.ру. С приветом из Петербурга, священник Алексей Волчков.